Будний день, 7 утра, все спешат по своим делам. Самый пик перевозок. По улицам города с промежутком в пару минут проезжают маршрутки. Салоны микроавтобусов заполнены до отказа. Кто-то удобно сидит, ну а кто-то дорогу переносит на ногах. Маршрутки давно стали самым популярным, быстрым и относительно недорогим транспортом. Когда спешишь, о комфорте не задумываешься, едешь стоя. Водители в погоне за прибылью ставят безопасность на второй план и берут пассажиров сверх положенного лимита. Такие рейды инспекторов проводят ежемесячно. Ведь маршрутка, транспортное средство повышенной опасности. Если перевозчик нарушает правила впервые, штраф дает 49 рублей. Если нарушение повторное, в течение года придется выложить почти 200. Водители реагируют все по-разному. Кто-то воспринимает это как контроль за соблюдением правил дорожного движения, а кто-то начинает возмущаться и говорить, что зря задерживаете, останавливаете без причины. Ну и в дальнейшем потом уже происходит разбирательство с водителями на конечных остановочных пунктах. Как показала эта проверка, в целом водители с пониманием относятся к таким мероприятиям и признаются, правила перевозки стараются соблюдать. Но если уж попались на нарушение, то мирно соглашаются на вердикты инспекторов. Некоторые даже объясняют причины незаконного транзита людей. Они же, вот скажите им, не выйдет же никто. Всем нужно на работу. Кто-то не перевозит. Ну посмотрите в салон. Есть с вами или нет. Конечно нет. Дверьми стоят-то неудобно, посмотрите. За два часа инспекторы остановили десятки транспортных средств. Как итог, три протокола об административном нарушении. Рейдовые мероприятия продлятся до 24 июня. Также в преддверии вторых европейских игр сотрудники транспортной инспекции проверяют водителей такси. Максим Кембель, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.